Привет с тунгусиком по гухарям. Сейчас гухаря будем искать. Заодно посмотрите смазиные места. Очко поищем. Сделал новый капкан, соорудил. Не стал заморачиваться, взял коры. Сверху ветками подвожу, чтобы она не вылетала. Упер. Думаю пойдет. Потом будем наживлять капканчики, мясо даже. И вон туда капешку закинем туда. Сюда или куда-нибудь. Туда рядом. Куницыя обычно семьями живет. Так что она по территории ходит так вот. Не одна, а там много может. Поэтому можно несколько капканов поставить. Разных. Там разных капканов. В этом году я купил много капканов. Разных СДшки, там КПшки, что-то еще там. Сауски какие-то капканы. Но это тоже самое, что КПшка. Не знаю. Смотреть надо, короче, что там идут. Я еще не распаковывал. Ну все, так вроде подойдет. Потом будем ставить там вдоль тропы, вдоль ручея. Ну все, будем идти. Ветряная погода такая хорошая. Для октября, конца октября очень тепло в этом году. Осень хорошая. Да, тунгус? Что ты говоришь, надоело, да, болтать? Пошли глухаря искать. Те самый раз сейчас глухаря поискать. Тунгусик. Вот родилось у него. Пять щенков от него родились. Получается, один помер, вылез, блин, там сзади. Самый такой ярый щенок был. Везде лазил. Он вылез и в итоге помер. Пищал, пищал, пищал. Мы думали, что он пищит в этом вольере. Оказалось, он за вольером был. Все, я тут... Ладно, не уходи там. Пошли. Ну что, пришло время у нас с тунгусиком ставить капканы. Капканчики. Пока будем готовить место. Тунгусик он ждет. Пробежали здесь недалеко. Где-то километрик-полтора прошли. Я думаю, глухаря нету, вот тут болота. Странно. Вообще глухарей нету. Как бы пуртухи вот есть. Вон даже пуртух вон тут, напротив, если можно посмотреть. Там, где-то еще глухарка продыхалась. Уже прошли. Так, ну что будем делать? Капкан будем ставить? Чтобы поставить капкан, нужно будет у нас две сосны. Желательно толстые. Потому что, если брать тонкие сосны, то ширина палок будет недостаточно и шапка не получится от снега. И быстро засыпать будет капкан. Поэтому берем толстые сосны. Что нам понадобится? Три палки, лапник, топорик и парочку гвоздей. Ну штук шесть, наверное, выйдет гвоздей. Чего-то тонгус побежал, что там такое интересно. Ну все, будем приступать. Потом посмотрим, как получится. Делается это примерно так. Потратил я всего одну елочку. Вообще стараюсь брать сухие уже елки. Лучше даже сосну. Сосна мягче, чем елка. Елка пожестче. Ну вот, беру толстые здесь основания. Почему? Потому что здесь можно любой капкан поставить. Либо КД. Можно капешку поставить сюда. Прикрепить аккуратно. Можно даже дощечку закрутить и все, капеху поставить. Можно так капеху поставить, по сути. Сверху делаем шапку. Гвозди. Почему я оставляю здесь? Потому что, бывает, проходишь иногда капканы лишние надо скинуть летом перед установкой. Сюда гвоздь повесил и все. Можно, конечно, на палку. Ну а гвоздь как бы будет. Уже точно не упадет с гвозди. Так что так вот. Сейчас будем делать шапку. А потом будем капканы уже тащить привадой. Сюда потом кто-то сделает поперечину. Кто-то беревку делает. Кто-то делает здесь тросик. Проволоку. Здесь пускается привада. Ниже эту березку надо убрать. Немножко. Чтобы куница здесь не залезла. Опа. Все. Наглонили березку. Ну и все. Здесь получается привада будет висеть. Здесь у нас капканчик будет. Здесь сейчас шапку сделаем. Все. Вон тут гвоздь идет. Он уже у нас на капканах был. Знает, что такое куница ловить на капканы. Но у нас в регионе, ну в нашем районе только куница есть. Ну и помесь это кидус. Это смесь соболя с куницей. Он немножко дороже стоит. Но как бы лицензия выписывается куница тоже. Соболей у нас нету, потому что у нас нету кедровников здесь. Соболя водятся так, где кедрачи растут. А у нас их нету вообще здесь почти. Очень мало. Поэтому соболя может быть есть, но очень мало их. Обычные кидусы. Но кидусы как появляются. Раз кидусы есть, значит соболя тоже есть. Вот все. Сейчас будем делать шапку. Тут у меня все уже приготовлен. Лапник на шапочку. Шапку делать. Тут я смотрю вообще тут заморачивается. Из доски делает. Досками обкладывает. Капитально делает. Но у нас такого никто вроде как бы не делал. Мне кажется вот это будет достаточно. Лапника. Главное хорошо забить. Но и свапник не сделает, что капкан будет сюда снег падать. В итоге потом будет подтаивать. Капкан будет замерзать и уже не будет срабатывать. Привада у нас есть. Затухлина. Хорошая привада. Сколько я там? 7 литров получилось. Ну хватит. На весь сезон мне кажется хватит. Привады. Ну шкуры еще есть. На всякий случай еще шкуры. Есть. Шкуры. Будем еще где-нибудь подвешивать. На бобра. Вроде как кунице хорошо идет. Белка. Но вообще кунице такой зверь, что он даже глухаря может задушить. Затащить. Силы у нее хватает. Хоть она и не такая большая. Опа. Ну прошлый сезон было обучение у меня. Я смотрел как это все делается. А сейчас у меня уже, как сказать, уже надо готовить капкан капитальный. Капкана много я выписал. Так что посмотрим, как будет. Есть еще, сколько, десятка, наверное. Многозахватов. Не знаю, буду их вставить, потому что не буду. Много захвата. Что-то сильно не очень хорошо и водится. Он все промерзает. Пару птичек только поймалось. Капыха. Как-то получше будет, мне кажется. Ну не знаю, но что-то на такие тугие капканы эти. Капышки. Еще есть способ. Можно длинную палку сделать. У меня, в принципе, длинная. И с двух сторон капкана ставить. Но у меня не получится, потому что сверху я сделал короткие. Если бы еще длиннее сделал, с двух сторон перерыва бы скинул. С левой и с правой. И здесь бы капканчик поставил, здесь бы. И вероятность бы больше уже, чтобы полазать по кунице. Ну, березка, ой, березка, елочка была маленькая. Не стал уже довольно большую рубить. Сухую. Вот сосна, честно, лучше даже, она мягкая. Но сосну сухую поискать. Елка, она сухая, она хоть не гнивая бы. Сосна, что мне кажется, она сухая, сразу гниет. Вот сосна есть какая-то. Сосна, ничего у нас так. Да, она сразу гнилая бы. Что-то елка не гниет, странно. Она сохнет на болоте. А сосна сразу гниет. Так, ладно. Ну, получилось у меня вот так вот. Главное, шапку сделать над самим капканом, чтобы снега не накидало на него. И чтобы тут хорошая шапочка получилась. Ну, и чтобы не продавило ее. Не сильно сделать. Ну, все готово. Можно идти дальше по тропе. Что, пойдем, Лугус? Погнали. Заскучал ты. Глухарей нету, блин, странно. Самое интересное, вот здесь вот, на болотце, блин, месяц назад была куча. Глухарей и глухарок, не знаю, куда они делись. Куда-то сделали переход, что ли, делают осенью. Очень странно. Выводки были. Сюда я заходил, проходил по этой тропе, смотрел, что как там. Где можно капканчики поставить. И в итоге Глухари куда-то пока исчезли. Но, блин, еще не вечер. Мы прошли только километр. К нам еще идти. Делать трешку. Посмотрим. Пуртушки вон есть, и он даже поймет какую-то есть. Куничий или чей-то, да. Или Глухари, не поймешь. Черный какой-то. Наверное, куничий. Глухарь все-таки таким, как-то хвойный какой-то у него такой. Еще длинный, тонкий. Глухаря не перепутаешь. Но этот тунгус уже прорыл. Свежак. Ну, район у нас большой, в принципе, по территории. Населенные пункты, конечно, не так заселены. Но, но-но-но. Но территория лесного массива очень большая. Как по нашему району, территория Франции где-то такая же. Даже больше, мне кажется. Вчера ездил на Болоце. Там одно озеро какое прикольное нашел. Лежневку, старую дорогу не хоженую вообще никак. Дорога не хоженая. Но Глухарей тоже много было. Лоси. Лежек много было на Болоце. И переходов вообще было. Я сначала думал, что это шесть, какая тропа была. Потом понял, что это лосины. Они туда-сюда ходили. Опа. Ну, почему еще лучше на рядом стоящие большие сосны ставить? Капканы. Потому что если поставить на такую, тут забить две палки, тут расстояние будет очень маленькое. И шапка. Не получится шапку сделать. И только вот эти палки сверху вообще не будет. В принципе, можно нижнюю забить и все, и получается. Нижнюю забить, капкан поставить и приваду за... А все равно палку придется забить, чтобы приваду повесить. Или, блин, на ветку нам подвесить на ветку. Так не очень хорошая. Поэтому палку сверху придется забить одну. Приваду повесить снизу. И без шапки делать. Ну так, не знаю, может что-то делать. Не знаю. Не видел пока ни в того. Может что-то делать. Знаете, две сосны. Капканчик следующий. Не знаю, болото есть, как бы дичь. Глухари есть. Тетерева бывать надо. Но сейчас этот глухари в этом году видел. Глухотерево не видел. Куница должна ходить. Ну, в прошлом году ельники ставили, что-то не поймали. Не знаю, где куница сейчас. Надо, конечно, куницу полослезами искать. Но будем делать тропу все равно, как бы. Но приваду должна сюда переходить. У нее там большая площадь куницы обитания. Сколько там? 2,5 на 2,5 живет куница. Даже больше, если дичьи нет. Еды если нету, то можно дальше переходить. Сухую елку. Сейчас попробую на этот раз сделать с двух сторон. Капканы поставить здесь и здесь. Значит, будем делать большую шапку и две привады мы вешать. С этой и с этой стороны. Мне кажется, эффективно будет. Если куница живет, будет ходить, то уже вероятность, что она попадется в два раза больше. Ну, не будем губить мы елки. Вон, сгодится вот эта вот сосна. Она синевая здесь в центре. Ее и возьмем. Не будем рубить. Лапненько только аккуратно срежем и все. Возьмем вот использованную сосну. Сосна еще более мягкая. Она гвозди туда хорошо вбивается. Так что, минимум ущерба природы. Ну да, вероятно, у меня все получилось. Прибил я длинные две палки. Тут кору я использовал. Сосновую. Она, в принципе, крепкая, выдержит. Палки сухие. Тоже сосновые. Взял снизу там. Ну и здесь капканчик. Здесь капканчик. Здесь по палочке у нас по веревке будет привада спускаться. Так, эту елку, конечно, куда-нибудь ее в бок надо. Чтобы она уменьшалась. Хотим вот так вот. Так. В принципе, единственное. Куница, даже если заезд по этой сосне, все перепрыгнет, все равно она привада не достанет. Конечно. Но, как бы куница, это то же самое кошка, они лазят по деревьям хорошо. Вот взял я с этой сушинки корыса вокруг. Здесь все же насыпал. Немножко вапника присыпал. Слишком много лапника тоже не надо. Потому что, большая шапка потом давить будет. Долго потом не продержится. Палки. Потом присобновлять. А так. Посмотрим. Ради эксперимента одну сделаю такую. Ладно, чтоб куница исходила. Вот их реально хорошая. Из дичи. Так что. Должно приманиться. Увидим, как снег выпадет. Так что через две недельки надо только будет ставить. Капканы. Ну, приваду можно себя повесить. Куницу можно уже подманивать на приваду. Капканчики открыть чуть попозже. Что идем дальше-то? Так. Топорик. Не забыть надо нам. Топорик, топорик. Чем еще хорошо из капкана ставить? Сейчас еще. Снега нет у нас. Не холодно. Ничего не заморожено. Гвозди хорошо заходят в дерево. И не надо всякие... Рубить елки. Вон все. Валежника хватает. Это еще. Такой. Полусухой. Но еще. Живой. Вот его можно рубить и все. Я вон сейчас вначале просто взял. Валежину. Соснул. Соснул. Небольшую сосенку. Она конечно гневая была. Сейчас в конце его срубил. А так сухая. Высох ванной. Простоит мне кажется. Пару лет точно. А то и может таковыть пару лет. Может десяток простоит так вот. Палка сухая только на конце гневая. Ладно. Посмотрим. Будем экспериментировать. Портышки у нас тут есть. Вон портышки. Твой портыхалст. Рябчик. Для кухарка. Можно немножко подширить. Больше пескаем. Тут лопаточку берет с собой. Там подкапывает. Чтобы были такие места хорошие. Ух. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сидел DimaTorzok Так, ёлка Вот на этой вот Вот оно видно будет на камере Блин, а я сидел вон там Вышел Сел там в кустах за сосной Хотел прислониться, блин И теперь менял Теперь уже Запаниковал Надо было стрелять Он начал уже этот Кудахтать там А я что-то Не знаю Тяжело стрелять, что-то я побоялся Завалека думал Хотя хорошее расстояние-то было там Небольшое Я его завалека увидел, как он Как на сушине так же сидел Вот на этой сушине один сидел Другой на этой Два штуки И третий перелетел И четвертый зонгут В самом начале еще Перегнал Ну ладно, выйдем на делянку Посмотрим сейчас Блин, хороший был Вот это было Можно было взять Тетель выбран Тем более у меня два тетеля выписано В путевке Или три, или два Не помню, что их выписывали Да Блин, подошел в упор Через такой подсампер ходил В итоге Не знаю Что-то как-то Сомнения Лучше стрельнуть Пусть улетит Чем просто улетит Такие дела Ну ладно Блин, это первая дичь, которая У нас попалась Ну честно, наверное Пойдем на делянку Мало ли Тут и вось может быть И тетерева на березах могут быть Рюкзаки оставил Сейчас быстренько сходим Проведаем Посмотрим Тут тетеревов что-то мало-мало Тетеревов В прошлом году я видел Большие стаи Не знаю Как-то они Сейчас уже атакуют они По осени тоже атакуют Сейчас мы ходили Они собирались Атаковали Неделю назад мы ходили Неделю назад Прошло уже Морозы еще были первым Так, ладно Выходим на делянку Сейчас Посмотрим, что там творится Пусть пошли обратно Нам еще надо дальше идти Через бор Мольше будет Дичь Все, в этот раз Буду Зарядил сразу два ноля Мало ли что С 50 метров можно стрелять уже И однерку Не знаю Двух ноля как-то стрелял Помню вообще Не знаю почему-то Не упал никто Глухаря вроде стрелял Или кого-то не помню Двух нолей Не знаю почему Ну блин Ну блин Вроде Метров пятьдесят Вроде было И Двухарь Двухарь улетел Двухарь улетел И потом побоялся Двухарь улетел А другой сидел где-то Блин В то-либо Одновет Сидел Другой Я на него и выходил Изначально Он что-то там В дебрях пока Ходил Ходил Этого из вида Потерял И уже другого Вижу К этому подошел Оказывается Упор У него упор Тоже метров На пятьдесят Наверное На сорок Он меня заметил Улетел А я бы на него Даже не обратил Внимание Я оказывается Уже на другого Тетева выхожу Вот такое бывает Ну а Тетева Рядом сидели Друг у друга Ну ладно Вот здесь Один сидел Боюсь что Если бы у меня Осталось Летом Мы ходили здесь Иванчай собирали Двухарь И тут Небольшой Медвежонок Ходил Ну не как медвежонок Два года Наверное Видел Лазил Здесь Собаки Его Загнали В болото Где-то У меня есть Видео Поищу Ставлю Сюда И тут еще Хвости Конечно Хорошо рядом Ходили Сейчас Люда Вообще Нету Ну поэтому На охоте Надо быть Повнимательнее Вот Теза Надо Тихонько Подходить И смотреть Я Избился Ориентир Потерял На другого Тетева Уходил В принципе К этому Подошел Хорошо Первому Которую Летел И ко второму Которую Подошел Тоже На метр 45 Где-то 50 Ну 40 Где-то Так Максимум 50 Где-то Уже Максимум Был Пусть Пусть он Через Другой 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 Он Чуть Выше Сознав На Суши Ищет Метром Да Это Может Был Среди Начитить Его Мне кажется Камнем Был Был Что-то Я Как-то Хотел Прислониться Со Сне Подойти Он Уже И так Как-бы Закуда Запарковал Надо Было Сразу Стрелять Пока На Телефон Застем Пока Че Ну Ладно Шлиц Перевод Тут Не особо Много Пусть Размножается Там Но Долбить И все равно Будет Долбить Тут Машины Ездят Так что Все равно Тут Ток Может Где-то И такую Детю Дальше Не знаю Но Че-то Теревоз Мало Четыре Черных Было Все Больше Не было Ладно Идем Дальше Потому Что Надо Будет Поспешить Время Уже Обед Надо С отцом Выйти На место Встречи Где мы Договорились А я Уже Опаздывал Потому Что Потерял Двадцать Минут Пока На Тетилов Походил Надо Затески Поставить У нас Четыре Щека У Тунгуса И Пумыш Добума Тебельки Верс Трое Кобелька И Одна Сучка Где Там Две Мать И Два Батя Такие же Полосатые Месяц Уже Есть Месяц Две Недели Наверное